В текущем году в Алматинской области более 17 тысяч мальчишек и девчонок пополнили ряды выпускников общеобразовательных учреждений. Традиционная линейка «Последний звонок» прошла и в школе-гимназии номер 27, город Аталткурган. Наряду с родителями поздравил учащихся и Аким Алматинской области Канат Бузумбаев. Рассказывает наш корреспондент. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые выпускники, сегодня для вас звучит последний звонок. Это одновременно и радостный, и грустный праздник, символизирующий ваше прощание с детством. И это радость, потому что это начало вашей новой взрослой жизни. Впереди выпускные экзамены, впереди волнительная сдача ЕНТ, серьезный самостоятельный выбор дальнейшего пути. На вас возложены большие надежды, ведь именно от вас зависит будущее и нашей области, и в целом нашей страны. Переход с онлайн-режима в офлайн повысил уровень знаний и значительно расширил возможности учеников. Кому-то из ребят еще предстоит продолжить учебу, а для выпускников этот звонок прозвучал в последний раз. Эти воздушные шарики, отпущенные в небо, символ свободы и новой, почти взрослой жизни. Дорогие коллеги, хотела бы с душой поздравить вас с праздником последних звонков. Сегодня, в 2022 году, заканчивается еще один учебный год. На сегодняшний день в нашей школе уже 68% и повышает более уровень знаний. В этом году для нас очень знаменательный день тем, что в нашей школе заканчивают 24 выпускника, из них одна выпускница, претендент на Алтенбельге. Сегодня очень волнительный для меня день. Я являюсь претендентом на Алтенбельге. Первого класса я всегда стремилась учиться на отлично. Учеба мне давалась легко. Мы проучились 11 лет и сегодня покидаем родные школьные стены. Желаю всем выпускникам удачи на ЕНТ и высоких баллов. Хочу поблагодарить своих преподавателей и пожелать им здоровья. С каждым годом все больше учащихся Алматинской области завоевывает призовые места в престижных международных, республиканских и областных олимпиадах. Только в этом году свыше 640 школьников завоевали более 170 наград. Их успехи были отмечены главой житцузского края, медалями и денежными сертификатами. Эта встреча с Акимом области ребятам запомнится навсегда. Канад Бозумбаев вел беседу с выпускниками не только на государственном, но и на английском языке. Денежные сертификаты вручены и трем руководителям образовательных учреждений области, вошедших в список 100 лучших школ по республике Казахстан. Очень важно, что с молодых лет вы в себе прививаете привычку к упорному труду. То есть если сами себя развивать не будете, никто вас развивать не будет. У человека безграничные способности вы можете добиться очень высоких высот, которых, может быть, мое поколение за нами, которое поколение и не добивалось. Среди вас, может быть, Иланы Маски сейчас растут, может быть, еще кто-то. Поэтому мы даже этого не знаем, но, скорее всего, это так и будет. Вот. И ставьте для себя высокие планки, я спрошу. Для развития и поддержки талантливой и одаренной молодежи в области создаются все условия. Для улучшения качества образования планируется расширить инфраструктуру. В текущем году на строительство 38 общеобразовательных учреждений будет выделено 21 миллиард тенге. Будет капитально отремонтировано 20 объектов и укреплена материально-техническая база школ. Пройдут модернизацию и 136 сельских школ. Светлана Кондратенко, Жасулан Шингенжи, телеканал «Житсу». Светлана Кондратенко, Жасулан Шингенжи.